В таком составе акулы-пера встречаются раз в год на форуме кубанской журналистики. За это время у каждого накопилось немало историй, поэтому коллеги делятся друг с другом. Некоторые не упускают возможности поработать. Форум – это своеобразная журналистская летучка, на которую собрались как опытные, так и молодые газетчики, радищики и телевизионщики. В профессии я совсем недавно, чуть более полутора лет работаю, но уже чувствую свою сопричастность к такой невероятной сфере. Я во второй раз участвую в этом форуме, обязательно останусь на все мастер-классы, потому что сколько бы ты ни учился, сколько бы ты ни знал, ты все равно каждый раз что-то черпаешь новое. Центральное событие трехдневного форума – пленарное совещание. И его тема – цифровая реальность, а точнее сочетаемость нейросетей и традиционной журналистики. Если в 79-м году главный герой фильма «Приключения электроника» только мечтал о том, чтобы вместо человека работали роботы, то спустя 45 лет это становится реальностью. Но тут уже рождается другой вопрос – как в погоне за грезами не допустить, чтобы искусственный интеллект не заменил собой интеллект реальный, оставив человека неудел. Вместе с журналистами и федеральными коллегами на эту тему рассуждает губернатор. Помимо этого, Вениамин Кондратьев поднимает ряд других вопросов. Как сегодня, в рамках сегодняшних условий, и журналистики остаться журналистикой, и журналисту остаться журналистом, с большой буквы. Не утонуть в море коммерческих соблазнов, вы понимаете, о чем я говорю. Хранить чистоту мысли, честность строчки. Мы смогли конкуренции и конкуренции разные. И вы приехали сюда как сообщество, чтобы, наверное, в какой-то части получить на эти вопросы ответы. В зале бурная дискуссия. Если с одной стороны искусственный интеллект может упростить жизнь авторам, то с другой – доставить забот. Однако пока все сходятся на одном. Ни одна машина сейчас не может привнести в свой текст человеченку, не может родить какую-то эмоцию, вызвать у нас толковое сопереживание. Она, в принципе, может за нас написать неплохой текст, который мы можем озвучить со своими интонациями, со своей акцентировкой. Но породить доверие к этой информации сейчас искусственный интеллект не способен. Это доказывает другой пример. На Ставропольском телеканале уже появилась виртуальная ведущая. Снежана Туманова ведет прогноз погоды, но конкуренцию составить живым дикторам пока не может. Не замерзайте, дорогие мои человеки, увидимся. Если сравнить и глубину эмоций, и качество их отдачи от человека, то искусственный интеллект, и, наверное, сеть здесь проигрывает, ну, пока проигрывает, или всегда будет проигрывать. Это существует. И в уместности использования этих эмоций. Ну, собственно, человек, конечно, тоже не всегда умеет верно вставить ту или иную ироническую нотку, но, тем не менее, мы как-то живем в этом, и мы можем себя поправить. Искусственный интеллект пока этого не умеет. В этом уверен весь президиум. Снежана Туманова на сегодня, и думаю, что и на завтра, и даже на послезавтра, очевидно, не заменит Марию Ситтель и ее коллег. И я здесь абсолютно согласен. В первом вопросе точку поставили. Губернатор поднимает еще один не менее важный. Как конкурировать традиционным СМИ с интернет-ресурсами? И если цивилизионщики и родительщики с ней не без усилий справляются, то для газетчиков, особенно районных редакций, это задача со звездочкой. Свой формат, свою нишу, своего читателя нужно найти. Но, конечно, другим подходом. Одно я понимаю, для себя это моя точка зрения. Мы не можем отказаться от печатных изданий. Мы не можем отказаться от районок. Мы не имеем права. Не имеем права, потому что там тоже есть свой читатель. Тем более, когда против нашей страны вновь развязали настоящую информационную войну, причем по всем канонам. Чем ужаснее фэк, тем в него больше верят. Наши журналисты должны бороться с ложью и докапываться до истины ради своей многомиллионной аудитории. А на Кубани она именно такая. Чтобы кубанская журналистика развивалась. Только с 2017 года объем господдержки средств массовой информации вырос в 2,5 раза. В прошлом году районные издания получили 109 миллионов рублей в виде грантов, субсидий и в рамках госпрограмм. За счет этих средств компании проводят техническое обновление. Звучали вопросы из зала. Губернатора спрашивали, за каким кубанским СМИ он следит. Здесь глава региона отметил разнообразие средств массовой информации и как хорошо, когда есть из чего выбрать. Это не должно быть без альтернативности. Коллеги, вы же тут все разные. По характеру, по взглядам. Но давайте подумаем и о жителях. Они тоже все разные. И по подходу, и по взглядам. Да по всему. Поэтому не может быть серости. Я за конкуренцию. После дискуссии состоялось награждение победителей премии региональной журналистики имени Бориса Максудова. Будучи корреспондентом России-24, он погиб в зоне СВО, исполняя свой журналистский долг. Чтобы увековечить его память, Вениамин Кондратьев поддержал инициативу создания этого конкурса. Журналисты из 40 регионов прислали около 500 заявок. После подведения итогов победителей наградили в шести номинациях. Участников форума ждут лекции и мастер-классы. Он завершится в эту субботу. Спасибо.